Радцы потребна господарская рука, а лети не стане рондатор замест клопотливых относин вытягивать с Припяти гроши. Гэты пытанье после объявы об арендном аукционе не давало спокою многим же хорам Мазырского района. Одны боялися, что раку загубить активное промысловое рыболовство, иншее, что любимое хобби «Тяпер» станет для их дорогим задовольнением. Как я вырос на реке и платить кому-то деньги за то, что я буду ловить рыбу, это смешно. Разом за стерогами об уводе платы рыболовы выказывают и упыльненностью тем, что Припяти потребен господар, який б поднимал парадок и частенью, але кому отдать право аренды и при этом не помылиться у выборы. Наше общественное мнение начальника вряд ли как-то повлияет. Если это будет какая-то государственная структура, которая себя как-то зарекомендовала в этом направлении, то на это можно будет как-то влиять. На мой взгляд, самая подходящая кандидатура – это наш Мазырский БОР. В котором процентов 50 всех рыболовов состоит, платят ежегодный взнос рыболоволюбителя. И ловят, ухаживают за речкой и благоустраивают. Не все ведают, але арендная история у Припяти долгая. Ранее у ЕЕ был инший правоуладальник. Три годы тому предприемство «Арандатор» реорганизовалося. Договор о рэнде стратею силу. Затым у мясцевых ваканткам периодично приходили жадающие занять вакантное место. Але толковых умов господара не на раце. Нихто пропоновать так и не смог. Нихто, окроме того самого белорусского товариства поляуничих рыболовов. Хочу успокоить наших жителей. Условия приемлемые. Здесь исполком пытался соблюсти интересы разных категорий наших граждан. И тех, которые любят рыбачить. И тех, которые переживают за реку. И тех, которые хотят приобретать свежую рыбу в магазинах. Конкурс на отримание рыбных правоу прошел напереды дни. Товариство, якое его выиграло, иснуе уже 96 годов. Яно как раз таки и занимается рациональным выкористанием, узнавлением природных ресурсов и, что важно, их оховой. Мы предложили условия, которые, вероятно, тронули комиссию. Почему? И состоялось такое решение, что передать в аренду именно белорусскому обществу охотников и рыболовов. А именно, на что хотелось бы обратить внимание и успокоить неравнодушных наших рыболоволюбителей, что для них ничего не изменяется, за исключением только платного любительского рыболовства, которое будет применяться в отношении граждан, осуществляющих интенсивные виды рыбной ловли. Растлумачим для Ажихарова региона ловля рыбы, как с берага, так и с маломирных судов, будет бесплатной при выконании умов аматорской рыбалки. А это до 5 кружков и ловля до 5 кг в день. Коли же ваговый лимит будет превышенный, треба оплатить 20% кошту свыше нормы. До речи для членов товарыства полевничих и рыболовов продугледжена система скидок. При этом абсолютно бесплатным для всех застанется участок раки у межгорода. Еще одна из причин хваливания у мясовых жихаров – промысловая ловля, якой по умовах договору будет займаться арендатор. Доквось, квота, якой ему довели, у разы ниже и раннейшей – 20 тонн в год. Это и значительно меньше, чем рыбаки-аматоры выловливают за месяц. Что касается общих объемов, какие имеются в районе, на реке Припять, то это несущественно, даже не то, что существенно, это, можно сказать, даже ничто. Главное, самое главное – организовать контроль. В этом арендаторы займутся под наглядом инспекции природных ресурсов и оховы на Бакольных Асяродзе. А кроме того, они повинны створить новые операционные места и проводить зарыбление. Теперь за все товариство займется добрым парадкованием территории для зручной рыбалки и отпочинку, обсталеванием мест для автостоянок, вогнища, палаточных городков, зъезда для маломирных судов. И это планы только на первый год. Увагу лишь договор аренды заключенный на 10 годов. При этом Припять по раннейшему застанется агульным природным сдобытком. Арандатор никому не мая права заборонить отпочинок на раце. Юн только берет на себе обовязок по господарам на водоеме. Коли ж не справятся, договор могут скасовать ранней. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадио, компания «Гомель», Мазырский район.